Если мы делаем селфи на улице с подружками, то следующий день у нас в роли не трает, что у нас будет опять трой. Во время занятий по фото-журналистике молодой фотограф, а по совместительству еще и преподаватель ЮРГУ, Олег Игошин учит студентов не только пользоваться аппаратурой. Рассказывает о том, в чем вообще заключается работа фотокорреспондента. Начинаем со сно, просто как включить, как настроить. А уже потом, к середине, к концу курса, собственно, изучаем основу фото-журналистик, как сделать удачный кадр, как должен вести себя репортер на месте съемок. Олег Игошин уверен, что самые важные качества для любого фотографа быстрота реакции, выносливость и хороший глазомер. Студенты журфака слушают преподавателя с упоением. С недавних пор он для них не просто наставник, а еще и образец для подражания. Олег стал победителем конкурса Всемирного журналистского образовательного конгресса, который проходил в Париже. Работа, которая покорила сердца самого строгого экспертного жюри, фотография с символичным названием «Единство». На снимке запечатлен момент выступления одного из танцевальных коллективов, родного для Олега Вуза. Номер подходил к концу, когда Олег понял, что ему срочно необходим крупный план сцены и лучше всего запечатлеть происходящее с ближнего ракурса. Я понимал, что у меня есть буквально не больше пяти секунд, чтобы сделать кадр. Я уже пробежал с конца зала к началу сцены. В этот момент начал красный свет. Я сделал серию кадров из пяти-шести снимков. И вот из этих шести снимков был только один удачный. Хотя по долгу службы Олегу приходится делать больше сотни кадров с разных мероприятий, именно это фото было признано лучшим из лучших на всемирном конкурсе фоторабот. Олег признается, ловить подходящий момент в мастерство не из легких. В погоне за удачным кадром приходится порой пробежать несколько марафонских дистанций. Поэтому победа в международном конкурсе, на его взгляд, награда вполне заслуженная. От работы фотомастер получает только удовольствие. И еще ни разу не пожалел, что в свое время резко поменял профессию и взгляды на жизнь. Когда я вернулся из армии, я понял, что верстальщики газет никому не нужны в принципе. Мне больше по душе фотография, потому что еще в студенчестве мне больше привыкала визуальная культура. Теперь окрыленной победой в крупном конкурсе и уверенный в своих силах на 100% Олег Игошин мечтает попробовать свои силы и в других соревнованиях среди фотопрофессионалов. А если предоставится такая возможность, даже организовать собственную фотовыставку. Евгения Малышко, Александр Клыков, ОТВ.